И новые вызывающие массу вопросов заявления из-за океана в Госдепартаменте США считают, что Киев не пытается решить ситуацию на востоке страны силовым путем. Об этом заявила во время очередного брифинга представитель ведомства Джен Псаки. И Вашингтон полностью поддерживает эти, по ее мнению, мирные действия. Отмечу, что во время событий на Майдане в феврале Вашингтон не видел ничего страшного в том, что сотрудников милиции забрасывали бутылками с зажигательной смесью и буквально требовал от Виктора Януковича ни в коем случае не применять силу против мирных, по его мнению, протестующих. Из США. Анатолий Лазарев. Удары боевой авиации, огонь бронетехники по жилым кварталам вполне вписываются в представление Вашингтона о мирных путях выхода из украинского кризиса. Это не силовое, не военное решение, сказала на брифинге официальный представитель Госдепа США Джен Псаки. И по традиции сняла с Киева ответственность за происходящее на юго-востоке Украины. Мы поддерживаем попытки правительства Украины сохранить спокойствие и предпринять шаги по установлению порядка в собственной стороне, и мы остаемся с ними в тесном контакте. Такое однобокое видение ситуации удивило американских журналистов. Почему Вы считаете, что украинские власти предпринимают правильные действия? Мы считаем, что эти меры направлены на поддержание стабильности и порядка в их стране. А Вам не кажется, что они слишком далеко зашли? Вы считаете, что действия украинских властей – это адекватные попытки сохранить порядок? Сейчас у нас нет беспокойства по этому поводу. Украинские власти развязали против своих же граждан полномасштабную войну. Вашингтон это не смущает, и он не стесняется в этом признаться. Журналисты информационных агентств, которые находятся на Украине, сообщают, что армия стреляет по мирному населению. Об этом говорят не только лидеры сепаратистов. Вы что, не видели этой информации? Если у нас возникнет озабоченность по этому поводу, я Вам сообщу. Псаки подчеркнула, США не снимают с повестки дня вопрос об ужесточении санкций против России. Эта тема будет обсуждаться в ближайшее время. По словам представителя Госдепа, надо только понять, какую роль могла сыграть Москва в том, что украинские президентские выборы фактически не состоялись в Донецкой и Луганской областях. Получается, что решение Вашингтон уже принял. И теперь только ищет повод. Во вторник вечером состоялся телефонный разговор между Вашингтоном и Киевом. Обама поздравил Порошенко с победой на выборах и пообещал полную поддержку США. Так говорится в официальном сообщении Белого дома. Но красноречивая деталь о кровопролитных боях на юго-востоке Украины речь не шла. По крайней мере, в документах об этом нет ни слова. Совбез ООН соберется сегодня на очередное экстренное заседание, чтобы опосудить ситуацию на Украине. Генсек Пангимун накануне выразил тревогу по поводу карательной операции против ополченцев и призвал действовать исключительно мирными средствами, в том числе через всесторонний политический диалог. Анатолий Лазарев, Дмитрий Вишневой, Первый канал, США.